Несколько лет назад октябрьские автолюбители нашли выгодную альтернативу традиционным видам топлива, бензину и солярке, и переоборудовали свои транспортные средства под жиженый газ. Сегодня же в городе запустили первую метановую АЗС, предлагающую водителям еще более явные преимущества. Это двойная экономия расходов, высокая экологичность в соответствии стандарту Евро-5, низкая температура замерзания. Если говорить о преимуществе, то это два очевидных фактора. Это экологичность метана в соответствии с стандартом Евро-5, в ближайшем будущем Евро-6 при должной настройке газобаллонного оборудования. И экономия в 2-3 раза дешевле по сравнению с консервативным видом топлива. В дополнение к северным регионам Республики Казахстан здесь есть еще одно преимущество. Метан, температура кристаллизации составляет минус 183 градусов. Поэтому использование в зимних условиях, в особых условиях, при погодных условиях абсолютно актуально для наших регионов. Ожидается, что первыми клиентами метановой заправки станут городские автобусы. Договоренность об этом достигнута в рамках реализации программы перевода автотранспорта на компримированный природный газ. На начальном этапе на станции в сутки будут обслуживаться 50 единиц пассажирского транспорта. В будущем его количество планируется довести до 200. Далее заправляться метаном смогут и все желающие. Тем более, что в городе уже налажена работа компаний, занимающихся установкой соответствующего оборудования. Самый основной вопрос – это в принципе в баллонах. Потому что оборудование в основном мы ставим итальянское. Она как бы средняя стоимость влияет именно по баллонам, получается. В зависимости от этого, ну вот примерно мы машины переоборудуем легковые, где-то в районе 70 тысяч. Автобусы, это вот пасс, например, городские, обходятся где-то примерно 130 тысяч. Но это в рублях, я все называю, цены. Газонаполнительные станции сегодня функционируют в 12 областях Казахстана, в том числе Актюбинской. Сеть АЗС современного типа предприниматели планируют расширить. Открыть еще 7 пунктов вдоль международного автокоридора «Западная Европа», «Западный Китай». Асюлу Махмутова, Алимжан Молдабеков, программа «Факт».